Мы часто говорим о том, что избиратели Владимира Теленского неоднородны по своему составу. Но справедливости ради нужно сказать о том, что избиратели Петра Порошенко тоже не отличаются монолитностью. В апреле этого года в числе 25% избирателей, которые проголосовали за Петра Порошенко во втором туре, оказались две группы людей. Те, кто голосовал лично за Петра Алексеевича, и те, кто готов был голосовать за повестку суверенитета. Для вторых, была важна не персона, а подходы. Бегство от империи, сопротивление агрессии и война, как главный пункт, с которого для них начинался список угроз для страны. Все, что способствует дрейфу от империи, ими воспринималось как желательное. Все, что размывает внешнюю крепостную стену, как потенциально опасное. Вся нынешняя война идет за право Украины быть Украиной. И потому повестка суверенитета успела стать определяющей для небольшой, но довольно активной части украинского общества. Петр Порошенко для них мог быть вынужденным компромиссом, которого они поддерживали лишь потому, что не смогли найти в бюллетене лучшей кандидатуры. Тем более, что сам Владимир Зеленский в ходе президентской кампании заигрывал с разными группами избирателей, максимально дистанцируясь от любой конкретики. Для части избирателей подобная всеядность внушала подозрения, и они не были готовы его поддерживать. Собственно, именно поэтому партийный результат Петра Порошенко на парламентских выборах оказался ниже, чем его персональный результат во втором туре президентской кампании. 25% превратились в 8%, а остальные голоса распределились между другими политическими проектами. В рамках парламентского меню повестку суверенитета предлагали уже несколько игроков, от объединенного лагеря националистов до партии «Голос». И теперь мы можем стать свидетелями еще одного витка эволюции. Те, кто поддерживал лично Петра Порошенко, с большой долей вероятности останутся его сторонниками и дальше. А те, кто поддерживал повестку суверенитета, теперь будут внимательно всматриваться в нового президента. Их отношение к его действиям будет определяться конкретикой, потому что вектор движения важнее персонали, а функционал первичнее конкретных имен. Нужно учесть, что почти все украинские президенты проходили этап внутренней эволюции. Сам Петр Порошенко в редакции 2014 года довольно сильно отличался от самого себя образца 2019-го. В этом и состоит чудотворный эффект Кремля. Он раз за разом требует от любой украинской власти куда больше, чем там может предложить. Любой новый политик может искренне верить, что с Москвой можно договориться, что в Кремле сидят рациональные люди, которым выгодны мир и торговля. Что поиск компромисса обречен увенчаться успехом. И каждый раз эти люди узнают о том, что для Кремля их уступчивость недостаточно, их договороспособность кастрирована, а их миролюбие недостаточно капитулянское. Теоретически все это может произойти и с Владимиром Зеленским. В какой-то момент он может понять, что любые попытки наладить диалог с Москвой разбираются от тот факт, что он президент отдельного государства, у которого есть флаг, гимн и язык. И что для Кремля все это избыточные атрибуты, мешающие исправить ошибку истории и вернуть Украину обратно в империю. И тогда, возможно, мы увидим внутреннюю эволюцию Владимира Зеленского. Подобно той, что раньше происходило со многими его предшественниками, которые избавлялись от собственных иллюзий и вынуждены были отстраивать украинскую государственность лишь потому, что Москва не оставляла им выбора. Если новый президент впитает в себя повестку суверенитета, то сможет заручиться голосами тех, для кого она первична. Взамен всех тех, кто отколется от него, упрекая в национализме и разрушении братского единства. Мы ведь все это уже неоднократно проходили, не так ли?